Добрый день, дорогие коллеги! Вначале я, конечно, хотела бы поблагодарить организаторов этой конференции, дорогую Татьяну Владимировну Цывьян, Марии Вячеславовну Завьялову за приглашение, за возможность присоединиться к этой двухдневной научной дискуссии. Это для меня большая честь. Тема моего сообщения на экране, понятно, что звучит она довольно широко. Я в ходе написания сообщения немножечко сузила и конкретизировала, но по ходу дела это станет более понятно. Итак, рижская русская иммигрантская пресса межвоенного периода, то есть 20-е-40-е годы отражает попытки сохранения русской культуры в ситуации культурного и политического изгнания. Публикации в периодических изданиях рисуют стереотипные образы утраченной России как в целях фиксации памяти, так и в желании проговорить, зафиксировать свою культурную и национальную идентичность. Как известно, необходимость чаще проговаривать свою культурную принадлежность оказывается особенно острой в эмиграции. Одной из частотных тем, помогающая сохранять и воспроизводить культурную память, становится русская национальная кухня, образы застолья, пищевые ритуалы, приписываемые русскому национальному гастроповедению. В данном случае речь идет не только об историческом знании, но скорее о рецепции национальной кухни, как она фиксируется в коллективной памяти. Таким образом, аспект, предлагаемый к рассмотрению, становится гастропоэтика, как одна из конструкций национальной и культурной идентичности. Через пищевой код, описание еды, напитков, проявляется стремление сохранить русские традиции, но вернее и представление о них в эмиграции. Рижская русская периодика, газеты «Сегодня», «Сегодня вечером», «Вечернее время», «Журнал для вас» дают достаточно яркое представление о национальной гастрономической идентичности русскоязычных жителей Латвии межвоенного периода. Важно отметить, что понятие национальное в данном случае я рассматриваю в рамках концепции Эрика Хоббсбаума, то есть я рассматриваю нацию как социальное образование, которое принадлежит конкретному периоду. Традиция, на которую опирается национальная кухня, представляет собой результат определенных экономических, социальных, культурных стратегий и зачастую имеет мало общего с истинным положением дел. Опять же, активное использование гастрономических образов, кулинарных образов объяснимо мощным метафоропорождающим потенциалом кулинарной темы. Пищевой код открыт для человека и в его повседневной, и в его ритуальной жизни. И за гастрономическими образами и поведением закрепляется не только обрядовый сакральный смысл, но и свое аксиологическое и ассоциативное значение. В правках гастропоэтического дискурса русской эмиграции можно выделить несколько тематических аспектов, по крайней мере на рижском материале мне это представляется возможным. С одной стороны, здесь будет присутствовать повторяться мотив концепции гостеприимства, как одного из ключевых концептов русской национальной кухни. Здесь будут присутствовать стереотипы о русской кухне, блюда, напитки. Здесь также можно увидеть частотное сравнение и сопоставление русского стола в дореволюционной России, в царской России и в России уже советской. Безусловно, не в пользу последней. В своем сообщении я сфокусируюсь на одном аспекте, на праздничном аспекте гастропоэтики, то есть как описание стола, как описание упоминания блюд, пищевая ритуалистика, контаминируется религиозной и национальной идентичностью. Зачастую описание религиозного праздника, ну или вообще праздника, базируется на дискрипции застолья и манифестируется через пищевые образы. В праздничной ситуации гастрономический текст проявляется тем ярче, что в нем актуализируются понятия общности, понятия национальности. В русском эмигрантском дискурсе такими ключевыми праздниками становятся Рождество, Масленица и Пасха. И фольклорные традиции, эти календарные праздники также характеризуются как всеобщие, всенародные, всемирные. Я цитирую Галину Ильиничну Кабакову. Образы национальной кухни мы можем рассматривать с двух позиций. С одной стороны, это может быть взгляд со стороны, то есть оптика зрения иностранца, конфессионального и этнического чужого. Это может быть, с другой стороны, и взгляд внутренний, то есть позиция представителя общины. Таким образом, рецепция национальной кухни может быть представлена как автостереотипами, так и гетростереотипами. Ревиальные тексты рижской русской периодики предлагают как раз некий совмещенный взгляд. Это взгляд одновременно и носителя традиции, и это позиция стороннего наблюдателя. Особенно ярко это проявляется в аспекте праздничной гастропоэтики. Описание национальных религиозных праздников не обходится без упоминания блюд, которые зачастую становятся символами праздника и апеллируют к национальной культурной идентичности. Известно, что иностранцы в своих записях о путешествии по России часто отмечают религиозные обряды, в том числе связанные с застольем, отмечают, что кажется им странным и необычным, то, что отсутствует в их гастрономической культуре. Православие, как и любая другая конфессия, диктует и определяет нормы гастроповедения, запретные и разрешенные продукты. Религиозная идентичность таким образом проявляется в том числе и через пищевое поведение. Актуализация религиозной идентичности соотносится с идентичностью национальной, проявляясь через вот этот гастрономический дискурс. И так зачастую попытки сохранить национальную идентичность в эмиграции реализуются через воспоминания о том, как раньше, то есть до революции, отмечались праздники. И я начну уже, наконец, приводить какие-то конкретные примеры. И начнем с отрывка из небольшого рассказа на больший актер, рассказ извозчика, который был опубликован в газете «Вечернее время» в 24-м году. Цитата. «Это было недавно, совсем недавно, когда мерно-торжественно звонили у Василия Блаженного, когда Русь жила сытно, широко, с Пасхами, Рождеством и Масленицами. Совсем недавно, но чудится, что это было давно, сто лет назад». Именно эти три праздника, здесь упомянутые Пасха, Рождество и Масленица, закономерно становятся ключевыми русскими праздниками на страницах рижской русской периодики, а также в мемуарной прозе русских авторов-эмигрантов. Но так как времени не очень много, то я сокращу свое сообщение и буду говорить только о конкретном празднике пасхальном. Благо, что она недавно была. Как и для иностранных путешественников 16-18 веков, основными праздничными пищевыми символами русскими являются Пасха и Кулич. То же самое мы встречаем и в текстах русской эмиграции. Эти пасхальные угощения упоминаются и описываются множество раз и вписываются в пасхальные сюжеты тривиальных текстов. Общая тональность этих произведений – тоска по утраченной России и ностальгии. Ярким примером подобного текста можно назвать публикацию Льва Максима под названием «Последний петербургский кулич», которая была опубликована в газете сегодня, в 1930 году. Вначале автор довольно подробно и детально описывает гастрономическую жизнь в дореволюционном Петербурге. Я позволю себе привести довольно длинную цитату, но мне кажется, она того стоит, и она будет также на экране. Цитата. «В былые годы старый Петербург, не менее чем Москва, любивший поесть, умел хорошо и со вкусом разговляться. Но Синая и Горсткина были для массового потребителя. Старый петербуржец, знаток и гурман, капризный и привередливый, имел других поставщиков, которым никогда не изменял. Так дичь покупалась не на Сеной, а в Чернышевом переулке, недалеко от Апраксина двора, в двух-трех незаметных лавках, существовавших только для своего отборного покупателя. Устрицы, консервы, деликатесы у Смурова или в пресловутых милютинах рядах. Всякие копчения, лососину, лежавшую колоссальными целыми рыбинами, семгу, белорыбицу, тешку, всякие икры от китовой до прессованной салфеточной у Баранова. Зелень и мясо у Гурме на углу морской. А о Гурме, что был на Невском, около Литейного проспекта, покупались только конфеты с начинкой. И тут даже была строгая специализация. За сахарные каштаны, например, знаток покупал уже не о Гурме, а непременно у Геслиля, на Крованной. Точно так же, как яблочную пастилу у Абрикосова, а шоколад, в особенности с фисташками, не у Крафта, а у Иванова на Театральной площади. У Иванова же заказывались куличи, как у Берена на Малой морской маленькие кексики кофе. У Берена было и лучшее мороженое, которое он поставлял на дом в особых изящных небольших корзиночках, набитых льдом. И было еще одно таинственное место, единственное в Петербурге, где можно было достать настоящие подобные пироги. Бриинская гостиница с ее стремительными половыми в белых, как кипень, рубахах и малиновых шнурах с кистями. Конец цитаты. Эта бесконечная идеалистическая картина, которую рисует нам автор, начинает разрушаться с приближением революционных событий, и первым предвестником грядущих страшных и голодных дней становится исчезновение белого хлеба в городе. В начале 1917 года, когда Петербург уже бурлил, белого хлеба почти во всем городе уже не было. Пекарни закрывались одна за другой. У незакрывшихся стояли хвосты. Как-то дико было, что тетер, икуток, индейк можно было достать еще сколько угодно. Все коптильни были переполнены рыбой, икра подешевела. А у именитого Филиппова, старавшего всю хлебную Россию, нельзя было достать простых сушек. Конец цитаты. Наконец, показателем наступающего конца вот этого прежнего, прежнего идеального мира становится празднование Пасхи, вернее, описание пасхального стола. В Пасху в 1917 году можно было назвать еще обильный и богатый. Плохо было только с куличами. Крупчатки не было, сахара не было. Впрочем, у меня был и кулич. Недаром мой квартирохозяин делал запасы. Правда, чуть темноватый, полуржаной, но настоящий кулич, даже с традиционным розаном на проволоке. Тогда никто не подозревал, что будет хуже. Ждали, что будет лучше. В 1918 году Пасхи в Петербурге уже не было. Шли обыски и расстрелы. И тут я увидела на моем столе кулич. Он был крохотный, не больше чайного стакана. Странный какой-то, серый, колючий, неслыханный. Но это был кулич. Голубчик, где же вы взяли муку? Так разве же он из муки? А из чего? А вы посмотрите хорошенько. И у него показались слезы на глазах. Он заплакал, что мог в такую ночь предложить мне кулич только из-за трубей, всего, что осталось от его запасов. Милый человек. Он мог плакать, что от всей России остались одни отруби, шелуха от недавно такого богатого полноценного зерна. Итак, вот этот пасхальный кулич русских, это пасхальный хлеб из сдобного пшеничного теста, у украинцев и белорусов он именуется Пасхой. Ритуальная пища на Пасху, она имеет сакральное значение и в народной гастрономической культуре. Само приготовление его связано с рядом запретов и предписаний, а качество кулича было сопряжено со множеством примет. Повсеместно у восточных славян испорченная полая внутри неправильной формы лепотребская шелестя пасха, ну и кулич, предвещали несчастье, смерть, какую-либо катастрофу. На эту примету указывает не только статья в словаре славянских древностей, но и фольклорные записи, но и пражский корреспондент газеты «Сегодня» Константин Бельковский отмечает в статье под названием «Пасха в подкарпатской Руси», статья 1938 года, где он пишет следующее. «В особенности изготовление кулича доставляет много забот хозяйкам. Тесто для кулича нужно особенно тщательно разместить, чтобы в печке куличи не потрескались. Если на куличе появляются трещины, то это означает несчастье». Конец цитаты. В контексте рассказа Льва Максима, кулич из отрубей становится таким символом погибающей, по сути, уже погибнувшей страны. Но кроме того, кулич, пасха – это еще и семейно-ритуальное блюдо, которое изготовляется для домашнего семейного празднования Пасхи. Отсутствие или разрушение прежней жизни знаменуется и отсутствием пасхального кулича на столе или невозможностью разделить его со своими близкими, как и этот сюжет описан в небольшом рассказе с очень характерным названием «Невозвратная пасхальная картинка». Рассказ опубликован в газете «Вечернее время» в конце апреля 1924 года. Это был пасхальный номер. В рассказе главный герой, он разлученный со своей семьей, одиноко встречает Пасху в своей рижской квартире, вернее, даже комнате, это не квартира, встречает Пасху, грызя шоколад и вспоминая пасхальную ночь в дореволюционной, сытой, красивой Москве. Приведу цитату. «За утреннего дворцовой церкви Кремля звон сорока сороков и мощные, полные, низкие, незабываемые звуки главного колокола Ивана Великого. Залитая огнями набережная Москвы-реки, улицы, запружённые народом, радостно настроенным, бодрым, весёлым. Христос воскрес воистину, только и слышится кругом. Потом уютная столовая, вся белая, сияющая огнями, стол снарядно расставленными на нём пасхальными явствами, кругом стола несколько родственников и близких друзей». Ну и дальше я уже не буду зачитывать. И дальше, соответственно, текст продолжается. Цитата, просто его нету на экране, этой цитаты. «В это же время в Москве на Спиридоновке жена Верина, то есть главного героя, и его дочери сидели в небольшой холодной комнатке и также встречали Пасху. На столе кипел самовар, и красовались маленький кулич, крошечная сырная Пасха, несколько красно-жёлтых яиц и тарелка с тонкими ломтиками ветчины». Конец цитаты. Ну вот такая скудость пасхального стола в советской Москве подчёркивает разрушение прежнего счастливого, богатого и сытого мира. Но разрушение, собственно, с одной стороны страны, а с другой стороны и семьи, которая оказывается разлучённой и не может встретить вместе этот праздник за общим столом, за общим куличом. Подобное описание становится не только частым мотивом художественных текстов, текстов эмиграции, но и вполне документальными наблюдениями, которые делают рижские корреспонденты, для которых, опять-таки, описание празднования того или иного праздника становится темой для определённой рефлексии. Приведу тоже один пример, цитата. «Во всех храмах по традиции совершалось освящение пасок и куличей, причём бросалась в глаза сравнительная бедность этой неотъемлемой принадлежности пасхального стола. Много у нас православной бедноты, не могущей и в светлый праздник позволить себе минимальной роскоши. Как и в первые послевоенные годы, многие вместо сдобных куличей приносили в храм просто скромный коровай чёрного хлеба и два-три примитивно окрашенных яичка», пишет автор статьи «Светлый праздник в Пасхе» в Риге в газете «Сегодня в апреле 28-го года». То есть, с одной стороны, у нас существует такая тенденция, с другой стороны, для текстов эмиграции характерна и другая тенденция, когда происходит сопоставление праздничного стола в советской России и эмигрантской Риге, где последняя выступает не только одним из центров русской эмиграции, но и также местом сохранения кулинарных ценностей дореволюционной России, то есть тех ценностей, которые часто вспоминаются на страницах прессы. И раз уж мы с вами говорим о газете «Сегодня», значимой русскоязычной газете «Риге», то я здесь сейчас приведу пример в качестве примера отрывок из филетона «Лири», псевдонима Владимира Клопотовского, активного автора «Рижской периодики», газеты «Сегодня в том числе». В его филетонах мы довольно часто встречаем как раз описание русских праздников, «Масленицы» и «Пасхи» в первую очередь, но вот я выбрала один из примеров, он называется, секунда, да, филетон под названием «Пасха по-разному», опубликован он был в апреле, в конце апреля 1935 года, и здесь в манере «Лири» даются разные сатирические картины, но в данном случае он описывает то, как по-разному празднуется Пасха в разных городах, в разных центрах русской эмиграции. В Берлине, в Париже, в Риге, понятное дело, и для контраста дается описание Москвы. Ну вот рижская картина перед вами, я тоже ее зачитаю. Апрель – сияние весна, вторая Пасха нам дана, чтобы осознали мы полней, как много благ таится в ней, и потому-то в эти дни горят веселые огни, и люди праздновать должны вторичный праздничек весны. Вновь воскрешен былой размах, и при окрепнувших делах роскошный окорок с виной стал воплотившейся мечтой, и все соседи говорят, что житель Риги стал богат, раз куличей и вечин колбас поест он двойной запас. Так наготовят куличей, рижанин ждет к себе гостей, и хоть те гости все съедят, он их принять вторично рад. Ну то есть дается такое описание очень богатого рижского стола. И для контраста дальше у нас следует описание того, как пасхальный праздник происходит уже в советской Москве, или, вернее, даже он не происходит. «Бабы пасхальные, грезы печальные, милые призраки тени минувшего, в озере красном век потонувшего, всеми забыты напевы застольные, песня умолкла давно колокольная, и за одну только грезу пасхальную можно попасть там в обитель печальную». Вот это такое характерное сравнение того, как праздники сохраняются, в том числе и гастрономические традиции, сохраняются в центрах эмиграции, как они утрачиваются в Москве, где наступает, собственно, с приходом новой власти ситуация голода, разруки и так далее. Она довольно частотно звучит на страницах русской периодики. Я позволю себе привести еще один пример, но уже визуальный, потому что я понимаю, что у меня превышает обилие цитат и слов. Давайте посмотрим на одну из визуальных картинок, который повторяет этот смысл. Правда, он будет связан не с пасхальным сюжетом, а с масленицей, но логика сохраняется та же самая. На этой карикатуре, которая была опубликована в газете сегодня, в конце февраля 2021 года, мы видим карикатурное изображение того, как праздновалась масленица в 2014 году, то есть в дореволюционной России, в царской России. Если присмотреться, то вы увидите, что здесь накрыт стол, на котором икра, блины, рыба. В общем, полно угощений. И радостная тройка едет в Стрельню праздновать масленицу. И внизу на второй картинке, которая изображает уже вот такую условную масленицу в 2021 году в России, то есть уже в России советской, здесь мы видим длинную очередь в хлебный магазин. и на переднем плане женщина на обстанках везет гроб. То есть понятно, что здесь у нас уже присутствуют такие мотивы, как голод, бедность и так далее. Это довольно частотный мотив, который мы можем встретить в текстах русской периодики. Но с другой стороны, опять же, если мы посмотрим на разнообразные тексты разных жанров, то увидим, что вот эта тенденция показать, что в Риге сохраняются русские национальные гастрономические практики, традиции, то, как они понимаются, то, как они репрезентируются, мы это легко можем увидеть и проследить на материале жанра кулинарных рецептов, которые также публикуются довольно активно на страницах русской периодики. Приведу, опять же, один из примеров, потому что я вижу, что время подходит к концу. Один из типичных примеров. Надеюсь, видно на экране отрывок из этой рубрики. Зачитаю. Идя навстречу нашим читательницам, неоднократно высказывавшим желание видеть в газете «Уголок», посвященный кулинарным вопросам, редакция решила дать к предстоящему празднику Пасхи испытанные опытными хозяйками рецепты приготовления куличей, баб, пасок и всего того, что должно украшать традиционный пасхальный стол. Начиная от более простых, несложных и недорогих способов, мы постепенно перейдем к более сложным, истинным шедеврам кулинарии, подчеркнутым из старинных рукописных рецептов, которыми пользовались наши прабабушки. Многие рецепты неизвестны ни одной кулинарной книги. Так открывается кулинарная рубрика под названием «Для хозяек» газеты «Вечернее время». Это публикация от конца марта 2024 года. Далее в этой рубрике следуют разнообразные рецепты приготовления куличей. Впрочем, вполне себе известных кулинарным книгам ничего уникального там, конечно, мы не найдем. И для того, чтобы, наверное, я вижу, что пять минут осталось, закончить свое такое довольно хаотичное выступление, я хотела привести еще цитату из одной публикации, на мой взгляд, довольно занимательную, потому что она предлагает вот как раз этот взгляд со стороны, то есть оптику стороннего наблюдателя на праздничный пасхальный стол русских иммигрантов. И этот текст, сатирический текст Владимира Азова, который был опубликован в газете сегодня в 1930 году под названием «Христос воскрес, мадам Жозефина». И там текст представляет собой такой пистолярный жанр, переписку двух французских подруг, одна живет в Париже, и вот эта подруга описывает в письме своей подруге жизнь, интересную жизнь ее соседей, русских иммигрантов. И в первую очередь она обращает внимание на какие-то очень странные и непонятные гастрономические пристрастия ее русских соседей, их такое вот пищевое поведение. Ну и в частности ее приводит в некоторое недоумение то, как русские празднуют Пасху. Я зачитаю. «У них опять был праздник вроде нашей Пасхи, ну у них в смысле у русских, да, но только они празднуют ее и до ее наступления, и после того, как она прошла, и вообще Бог знает, чего они с этой Пасхой не делают. Мадам Иванов взяла у меня за несколько дней до праздника все мои кастрюли и все мои горшки, чтобы готовить какие-то особенные блюда к этой Пасхе. Месье Иванов зачем-то красил яйца, хотя крашеные яйца круглый год продают во всех молочных, и руки у него такие, как будто он убил человека. Ночью они пошли в свою церковь, уверяю тебя ночью, когда все христианские церкви давно уже закрыты, и все кюре, да и все христиане давно уже спят. «Когда я постучала и вошла, месье Иванов сидел за столом, уставленными какими-то огромными булками и грудами белого сыра, и пил эту ужасную русскую водку. Мадам Иванов там тоже держала рюмку в руке. Едва увидел меня, месье Иванов вскочил, красный, возбужденный, схватил со стола огромное, пестрое, раскрашенное, и вовсе не куриное, конечно, яйцо, и с громкими возгласами бросился ко мне. Ну вот эти огромные булки, пасхальные пончики, как их называл Анри Мериме, и груды белого сыра, то есть вот эта твороженная пасха видится иностранному стороннему наблюдателю довольно необычным, непонятными символами чужой гастрономической культуры. И здесь в этом сатирическом тексте Азов как раз и представляет вот этот иноконфессиональный взгляд на русские пищевые традиции, ну и, собственно, такая самая ирония здесь тоже будет присутствовать. Иными словами, для того, чтобы завершить сейчас уже свое выступление каким-то, ну если не итогом, да, просто каким-то окончательным предложением, можно отметить, что разговор о еде, о кулинарных практиках, о пищевом поведении – это, конечно, всегда разговор и о чем-то большем. И, в частности, за пасхальными куличами мы можем увидеть и разглядеть разнообразные исторические и культурные сюжеты. Спасибо большое за внимание. И если есть какие-то замечания и вопросы, я буду рада ответить. Вот пред вами карикатура «Пасха в Голливуде». Это карикатура на экранизацию фильма «Воскресенье Толстого». Там Анна Стерн играла главную роль. Я хотел спросить, у меня, опять же, этот вопрос не совсем по… Ну, то есть это касается интербеллума, так сказать, в том числе. Меня обрадовала стойкость, так сказать, рижской печати в отношении орфографии. Она действительно там была единодушная, и все продолжали пользоваться старой орфографией. Да, то есть это у меня как бы скеймшоты из оригинальных… Ну, то есть как бы все рижские русскоязычные газеты там, они печатались так, да? То есть они… Ну, за все я вам сейчас-то, конечно, не скажу, потому что все я не смотрела. Ну, все известные вам скажут. Ну, то, что представлено, да, она представлена вот в такой старой орфографии. Ну, во-первых, как-то у меня, может быть, я просто упустила НЭП все-таки. У вас все время идет противопоставление, так сказать, прошлое, нынешнее советское состояние, обилие, голод, но вот НЭП как-то тут выпадает. Это первый вопрос. А второе – это просто соображение, что всякая кулинарная тема, всякая тема еды, во всяком случае, в 20-е годы, очень сильная, и в советской литературе, она имела такие христологические коннотации. Вот эта оппозиция. Ну, вспомним рыбную лавку, нынешнюю рыбную лавку Заболоцкого, где практически изображены страсти Христова. Мы об этом очень много писали все, и Лощилов, и прочие, и даже ваши покорные слуга пытались на эту тему выразить. Вот. Как вам кажется, вот это как-то отражено или нет? Спасибо. Вы касаетесь, собственно, ритуальной пищи, курить и так далее, но весь корпус вот этого топика, он весь имеет вот такую вот как бы подкладку. Да, спасибо большое за вопросы, за комментарии. По поводу НЭПа я, честно говоря, не встречала текстов, но, опять же, я не успела просмотреть еще все. То есть не весь корпус текстов, но исследован, поэтому это те наблюдения, которые я сделала на основе того материала, который я успела просмотреть. Поэтому, возможно, да, что здесь еще какие-то тексты с НЭПом связаны, я найду. Так что, безусловно, это не полностью такой обзор. Насчет христологической оппозиции тоже спасибо большое за это замечание. Ну, смотрите, я сейчас рассматривала только тексты периодики, то есть такие тривиальные тексты, да, и в них, ну, в них я эту оппозицию не нахожу. Но, опять же, это не тот материал, который я рассматривала, он не отражает полностью всей ситуации. Да, естественно, потому что, если посмотреть на мемуарную прозу русских эмигрантов, я частично ее смотрела, но, опять же, не всю, да, там скорее это будет присутствовать. Хотя сейчас тоже, на вскидку, я так не скажу, я читала, ну, те же самые мемуары Гроссена, мемуары Андрея Седых, как раз вот об этом периоде, 20-е, 20-е, 30-е годы в Латвии, там как-то этого я не увидела. Но этому очень может быть, и спасибо, я тогда… Могу я почитать вашу работу, да, то есть вы писали что-то? Звук, пожалуйста, включите, я не слышу. Я не слышу. Звук, да. Ну, мои не обязательно, но можете Лащилову посмотреть, это уж точно, Игорь Лащилову. Да, спасибо большое. Просто я имею в виду рыбную лавку Заболоцкого, это такой самый яркий пример. Рыбная лавка, да. Заболоцкого, да. Спасибо, спасибо большое. Ну и вся рыбная тема, рыбная тема в живописи, вот об этом… Рыбы вот, действительно, очень много, я не касалась Масленицы, но много публикаций, как раз в юридической прессе о том, с чем едят длины в Риге, и там селёдка, там анчоусы, там, в общем, всё, что угодно. То есть рыбная тема, конечно, в Масленице, в сюжете с Масленицы, она представлена прям вот очень сочно. Спасибо большое. Так. Спасибо. 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 Спасибо.